Хотела присоединиться, уже присоединились. Немножко познакомимся, меня зовут Элина. Вы наверняка видели, Элина Кипрова, я преподаватель английского и испанского языков, и также я методист, экзаменатор и, в общем, много еще всего. Итак, я сейчас открою презентацию и уберу все всплывающие окна, да, я всегда так делаю. Если будут какие-то вопросы, вы пишите в чат, я отвечу, посмотрю позже, ну, либо я на телефоне увижу. Просто на экране я не буду видеть, если что-то вдруг я не отвечаю, значит, я просто не вижу ваше сообщение. Но после обязательно все посмотрю. И отвечу. Итак, мы сегодня будем говорить о замечательной серии книг. Сейчас я все спрячу, чтобы мне ничего не мешало. Продолжу. Криняточку. Которая вот прямо у меня здесь в руках. Изисторис называется. Да, и эти книги нам помогают заниматься чтением. Все расскажу, зачем и почему. Четыре книжки, как я сказала, четвертая вышла совершенно недавно, поэтому я себе ее сразу же, конечно же, приобрела. Начинала я тоже с первой. Для меня это был такой выбор, который спас меня в свое время, потому что я не знала уже, что делать с людьми. Я расскажу чуть позднее почему. Так, я вижу про презентацию. Я вам ее, да, отправлю. Не переживайте. Так, еще раз убираем все. Вот здесь будет ссылочка, где вы можете посмотреть на эти книжки. Итак, давайте начнем с того, для кого. Вот сейчас говорим конкретно про первую часть. Изисторис, да, первая часть. Это второй, третий класс, первый, второй год обучения. Но, конечно же, если они учатся первый год, то мы не возьмем с ними прямо в первой четверти, когда мы учим алфавит. Я беру где-то в конце. И тоже могу даже пояснить почему. Ну, смотря, конечно, по каким учебникам вы занимаетесь. Просто у меня лично, вот здесь первая часть, первая страничка, да, о которой я сегодня больше буду говорить, они у меня прямо совпали с темами юнита. Там у нас, по-моему, был из двенадцати, седьмой или восьмой, я не помню. И как раз вот прямо в точку попало, и я, конечно же, их взяла. Поэтому второй, третий класс, третьему вообще уже хорошо пошло, да, тем, кто третий класс и учатся второй, получается, год. Вот, потому что там уже все темы мы собрали вместе. Вот, тем немножко посложнее было, но мы с ними так постепенно, постепенно. Я провожу такие занятия раз в месяц в конце юнита. Они уже у нас, у меня знают, что у нас раз закончился юнит, то у нас будет чтение. Они сами спрашивают, мы сегодня по книжкам для чтения? Конечно же, я говорю, да, мы сегодня по книжкам для чтения. Ну, бывает чуть-чуть что-то я поменяю, переставляю, но, в принципе, всегда так. Ну, еще не запланированный урок. Я знаю, что особенно в школах иногда бывает поставить дополнительно вместо чего-то, и у нас там куда-то не попадает. Не совсем мы готовы, а по книжке тут, собственно, все есть. Да, я сейчас расскажу. Тут можно не готовиться сильно. Только там игры подобрать, я о них тоже расскажу. Потому что здесь уже как бы все заложено. Ну, естественно, все равно какие-то еще игры свои я всегда подбираю. Чтобы заказать именно эту книжку, здесь у меня тоже ссылочка. Я специально ссылочки поставила, чтобы вам было легче. Поэтому, естественно, как спросили, презентацию я вам отдам. Мне не жалко. Потому что я туда вставила, тем более, специальное задание, которое можно сразу взять и пользоваться. Ну, только они с этой книжкой, естественно, подойдут. Итак, что за структура у нас в книжке? Здесь 10 рассказов. И я такой поставила улыбающийся смайлик, потому что, как я говорила, после каждого юнита. У меня 10-12 юнитов в учебнике. И, соответственно, у меня как раз хватает. Ну, там где-то плюс-минус, уже нам не страшно. Особенно от того, что мы не сначала начинали. 10 рассказов. К каждому рассказу есть яркая иллюстрация. Сейчас увидим все. Затем идет коротенький рассказ. Ну, раз это easy stories, то это, естественно, рассказ какой-то, к которому есть новые слова, которые мы изучаем, естественно. И интересные различные задания. Это то, что есть в этой книжке. Пойдем дальше. Будем мы с вами смотреть. Глянем на это все. Итак, почему-то у меня никак не исчезают эти всплывающие управления. Вот она, первая картинка. Я ее сейчас показывала. Как я сказала, что у меня совпадает, потому что мы там изучаем. Что-то у нас есть слова. Сэнд, бич и так далее. Ну, и я, когда увидела это, я сразу поняла. Это то, что мне нужно. Что мы сначала делаем? Работаем с картинкой, естественно. Ну, тут подберег слова фрагментом картинок. Это мы, конечно же, делаем. Но я сначала прошу вообще, давайте назовем все, что мы знаем. Да, называем все объекты. Все, чтобы они не назвали. Я не знаю, хоть капля, хоть цифру они мне говорят. Мне нужно, чтобы они начали говорить. Поэтому любые совершенно слова, которые они отсюда знают, можно назвать. Если вдруг какие-то слова они тут не знают, ну, там можно выписать на доску, но можно назвать какие-то ассоциации, которые у вас есть. Да, там они небо, скажут слово голубое и так далее. Песок, скажут цвет и так далее. Нам нужно, чтобы они здесь начали разговаривать, начали что-то говорить. И поэтому мы подбираем любые слова. Далее, конечно же, мы соотносим слова вот в этой рамочке с картинками. И они их туда вписывают. Они их туда вписывают, а те ребята, которые сделали быстро, я их прошу написать еще какие-то другие слова. Нам потом это все в конце обязательно пригодится. То есть мы слова подписали и в конце будем использовать. Это не просто так мы здесь написали и ушли. И, да, насчет того, что они пишут. У меня у каждого, конечно же, есть такая книжка. Ну, если в целях экономии вы купили только себе такую книжку, приобрели, да, сделайте копию, ну, тоже можно, пусть пишут. Я всегда говорю, это у нас как тетрадка. Она не такая дорогая, чтобы мы в ней не писали. Пусть у нас там все останется. Мы же будем по ней работать дальше. И мы можем потом заглядывать и слова подсматривать и так далее. Поэтому я всегда за то, чтобы они писали в этих тетрадках. Дальше мы будем по образцу называть предложения. У меня, когда они доходят вот именно до этой части, про которую я говорю, до этой картинки, они уже умеют строить предложения в present continuous, что кто-то книжек. Например, the girl is running. Я даю образец, и они говорят. Внизу у нас есть глаголы. И мы можем смело использовать эти глаголы, и они говорят. Потом мы еще раз вернемся к этим предложениям в самом конце. И называют какие-то предложения. Далее. Глядя на картинку. Используй те слова, которые здесь есть. Используй те слова, которые мы назвали, мы пытаемся догадать, о чем может пойти речь. Мы же видим, что тут и название истории дельфин. И дельфин здесь лежит. И девочка к нему бежит. Наверное, что-то случилось. Я прошу вспомнить такие слова, как sad, happy и так далее. Кто у нас здесь грустный, кому здесь весело, хорошо. Потом спрашиваю, что хочет сделать девочка. Они отвечают. Например, вспоминают слово help. Кто-то спросит меня спасти как слово. Мы обязательно все это записываю, если мы этих слов не знаем. Потому что не с каждой группой мы можем дойти до какого-то места и уже все знать. А вот мы предполагаем. Короткими такими словами, предложениями они могут сказать, предположить, о чем пойдет речь. Если они еще не готовы прямо строить предложения, то, конечно же, они говорят по-русски. И мы записываем предложения для них, чтобы у них в памяти остались целые такие предложения. Вот таким образом все. Мы с картинкой поработали. И я перехожу дальше. Это не на следующей страничке, а через страничку. Вот я могу показать. Здесь у нас, там на предыдущей странице была картинка. Сначала текст, а потом слова. Я меняю порядок заданий. Для того, чтобы мы могли спокойно потом прочитать текст, поговорить о нем, нам нужны слова. Иначе просто с такими маленькими нет никакого смысла. Они будут вот так вот просто слепо туда что-то смотреть, повторять. Мы сначала разбираем эти слова, проговариваем их, повторяем, играем в какие-то игры с этими словами. Все это до чтения. Предполагаем, к чему могут эти слова относиться, к кому. Мы же видели картинку. Кто это будет? Там вот у нас пуш толкать. Наверное, будут дельфина толкать и так далее. То есть мы это все предполагаем, какие-то мысли, идеи у них возникают. Затем мы делаем вот эти задания, пропущенные буквы, соединяя фразу, перевод. Да, я все это делаю до. Так вы будете делать в начале, потом уже где-то в середине книги и в следующих уже можно будет этого не делать. Но слова мы все равно разбираем. Слова я все равно даю эти заранее. Потому что, как я уже сказала, иначе будет достаточно тяжело понимать содержание этого текста. Вот мы сделали все задания здесь. Да, там поиграю еще можете как-то со словами. Вот, например, такую мы строим домик. Здесь я взяла спички, но мы берем карандаши. И из тех слов, которые у нас были, мы строим домик. Я кладу один карандаш, называю слово. Следующий кладет еще один, называет слово. На доске сначала домик рисую, как он должен выглядеть. Вот, и мы их так повторяем. Ну, это один из вариантов еще повторения. Потому что я всегда рекомендую, как детский психолог, я рекомендую, чтобы дети как можно чаще держали в руках карандаши с гранями. Да, чтобы они их как можно чаще катали между пальцев для того, чтобы нам раздражать рецепторы, которые находятся на кончиках пальцев, которые напрямую связаны с речью. Поэтому я прошу что-то делать с карандашами. Вот они кладут, они, по крайней мере, его трогают. И раскрашивать, конечно же, лучше писать карандашами. Именно поэтому в некоторых школах долго пишут карандашом, уже потом ручкой. Ну, карандашом исправить можно. Это так, отступление. Да, можно, конечно, счетные палочки различать по цвету. Вот, это можно сделать в парах или в командах. Ну, так немножко поиграли. Одна из игр со словами. Я думаю, что вы, на самом деле, знаете много еще игр со словами. Да, и я на вебинарах рассказывала. Не будем на этом останавливаться. Дальше. Вот у нас текст. Что мы теперь будем делать с текстом? Пока мы еще не начали читать. Все мы знаем, что у нас есть. До этапа, до чтения, до самого чтения. И после вот все еще идет. Мы найдем и подчеркнем новые слова. Мы их, можно сказать, только что разучили. Мы их только что узнали. Узнаем, как они произносятся. Давайте мы их начнем, найдем в тексте. Это опять нам будет помощь в понимании чтения. Вот, поверьте мне, пока они их подчеркивают, они уже поймут, о чем идет речь. И нам, конечно же, станет намного легче. Затем мы читаем, разбираем, переводим, обсуждаем. Около читаем. Поставила знак вопроса. Когда только начала, они были у меня маленькие. Это был в прошлом году, наверное. В марте месяц, то есть второй класс. Вот они еще были. Еще путались читать. И тогда я нашла для себя выход. Может быть, вам тоже это подойдет. Я стала записывать для них аудио. Эти тексты с аудио. И они у меня дома их прослушивали. Все-таки, когда ты слушаешь и глазками следишь, то ты привыкаешь к этому. Я родителям отправляла, просила прочитать, послушать несколько раз. Родители сказали, мы с удовольствием сами слушали, всей семьей. Ну и так, на минуточку для собственного такого самолюбия, потешить свое самолюбие, мы родителям показываем, что мы умеем хорошо говорить на английском, читать. Можем даже вот такие сказки записывать. То есть они у меня слушали первые два, три. Три я им записывала, дальше мы уже так разбирали. Поэтому это может быть как вариант для тех, кто слабые, тяжело им читать. Тогда потом им будет легче. Но мы, естественно, читаем сначала по одному предложению, и каждое предложение мы осмысливаем. У нас уже есть тут новые слова, мы их подчеркнули, мы их уже знаем. Да, и мы их вот разбираем так, предложение. Буквально по каждому, практически по слову. А потом я прошу их прочитать. Они моё аудио послушали, они и здесь меня послушали. Да, мы с ними всё это проговорили, им будет достаточно легко. Можно тут по одному предложению, один одно, другой другое, чтобы они следили. Да, учитывая, что в классе бывает много человек, чтобы не следили и знали, что им нужно прочитать. Некоторые говорят, можно я вот такого-то с такой-то фразой прочитаю. Ну и здесь мы тоже можем сделать, там будет дальше игра, где мы выдаём карточки. Можно карточки выдать заранее. Каждый будет читать то предложение, в котором встречается вот эта фраза. Да, а если там предложение, встретилось, в котором нет этих фраз, да, то тогда могу я прочитать. То есть, чтобы им так было поинтереснее. Потому что если мы будем просто их заставлять что-то читать, будет достаточно скучно, и тогда желание дальше это делать пропадёт. Итак, мы прочитали, разобрали. Естественно, мы перевели, потому что нам уже половина слов знакомые. Мы только что с ними играли, играли, заучивали их, да, и дальше мы обсуждаем. Что значит обсуждаем? Мы вспоминаем, мы это правильно подумали. Мы когда с вами предполагали, что будет в этом тексте, мы правильно подумали, совпадает у нас это или нет, да? Да, ну что-то совпадает, какие-то слова совпадают, что-то какие-то предложения совпадают. Ну, в основном, всегда, конечно, правильно, потому что уже по картинке там было понятно, что будет в тексте. И они бывают очень довольны, что у них получилось угадать. Итак, дальше. Всё ещё пойдёт у нас работа с текстом. Я делаю так. Я зачитываю предложения с изученными словами фразы, которые у нас были, вот они у меня внизу, но я их пропускаю. И детям нужно найти это предложение и назвать сначала фразу, которую я пропустила, а затем и всё предложение. То есть мы ещё раз читаем. У нас всё-таки это чтение, но вот что мне нравится, получается совмещать и аудирование, потому что я не слушаю, да? И со словами мы работаем, но всё-таки ориентируемся на чтение. Вот они читают потом всё предложение. Можно заменить это слово, но не просто его пропустить, потому что им будет немножко сложно, пока они ещё маленькие, постарше будут, можно просто пропускать. А заменить на какое-то слово, например, я бананы слово говорю, на него заменяю, или я хлопаю на том месте, где пропускаю слово, особенно если они не в конце предложения. То есть если в конце предложения, как, например, здесь have fun, условно говоря, оно уже слишком коротко, придётся просто да и сказать, то можно паузу делать. А если оно в середине где-то, то есть оно не в конце, вот, например, тут зачем push it, надо что-то, какой-то знак подать, что там этого слова не хватает, то вот можно хлопать. Да, получается, да. Ну, вот они эти, я просто вытеплила, где эти слова, и они их ищут. Вот тут как бы можно по порядку их исключать, можно нет, да, придётся немножко подготовиться, но пока они, вот эти слова мы когда изучали, я просила подчеркнуть, их подчёркивают в тексте, да, я всегда уже вот себе циферки расставляю, в каком порядке я буду называть. Ну, и поэтому можно по порядку, опять будет зависеть от уровня детей, вот только вы их знаете. Смогут они сообразить, если предложения будут не по порядку. Если они этого не могут, да, то придётся по порядку делать. Ну, хотя бы так. Сначала так, но пока всё про первую, про первую часть, первую часть, про первый рассказ, первую часть, поэтому будет пока по порядку. Итак, мы уже с этими поработали, ведь мы уже и повторяли предложение, мы будем делать дальше. Дальше в других предложениях нас ждут не только предложения, в которых есть эти новые слова и фразы, да, у нас вот ещё что-то есть. В принципе, в любых предложениях заменяем какое-либо слово неправильное. Да, мы можем говорить day play volleyball, сказать day play basketball и дочитать его до конца. Мы его заменяем, а им нужно прочитать предложение, ну, или тот кусочек, который вы назвали. Например, я сказала day play basketball, и всё, run and jump не стала говорить. Они должны только это и сказать. Ну, не находит, находит сверху слова. Да, я заменяю либо на сходное, здесь это волейбол, на баскетбол заменила, либо на какое-то созвучное, вот как я в примере написала, тут there is a baby dolphin, there is a baby dinosaur. Созвучное на ту же букву или то, которое они могут перепутать, показывает, что то же самое. Ну, или на противоположное, да, как вот здесь, где тут было they are very happy, там было, а вот, they are very happy and so they are very sad. Обычно мы уже эти слова знаем, да, грустный и веселый, но не знаю. Таким образом, мы еще поработаем с другими предложениями. Все это идет к чему? В конце вы увидите, есть задание на пересказ. Пересказ это достаточно сложно, но мы столько раз за это время повторяем предложение, что уже ничего сложного для них не встретится, да, поэтому будет уже легче. Поэтому столько раз мы это все и проговариваем. Я вижу, что есть вопросы некоторые, но я пока не отвечаю, как сказала, отвечу позже. Все посмотрю. Вы только, если мало ли, про какой-то момент отмечайте, про какой-то момент или запоминайте, что потом я смогла ответить. Меня просто всплывает, но я не могу так ответить. Ну, здесь просто еще задание к тексту я всегда дополняю. Они очень любят у меня в принципе, когда мы работаем с любыми текстами, это когда мы разрезаем текст на предложение. Можно начинать с предложения с одного на слова разрезать, да, и я потом даю им карточки с этими словами и называю предложение, и они встают. То есть мы можем взять, если их там новый человек в классе, можем взять два предложения, они будут в перемешку уже, только единственное, чтобы они, слова одинаковые там не попадались, и они должны выстроиться в ленинг. То есть сначала одно название выстраивается, другое название выстраивается, им нужно подумать, какое, ну, конечно же, они сообразят, первых станет только вот большая буква, ну, например, вот здесь мы назовем one day злата, точнее злата с большим, им нужно будет подумать. Естественно, они подсмотрят, и опять же, мы все это движемся к тому, что в конце нам нужно будет описывать картинку, которая у нас в начале. Ну, грубо говоря, пересказать текст, но мы вот к этому уже будем полностью готовы, когда дойдем до конца. Дальше. Книжки есть задания, естественно, все равно у меня почему-то не убираются всплывающие эти окна. Сейчас попробуем еще раз убрать. Да, здесь у нас уже вставить слова. Я сначала прошу закрыть слова вверху, то есть положить на них там ручку-карандаш. Вот тут они большие, там они маленькие, вот я сейчас сюда открою, положу, и вполне себе карандашом закрываются. Ну, что-нибудь туда положить. Ну, они зависят от того, насколько они положат. У меня обычно слушают, так говорю. Пока закройте. Ручку-карандаш кладем. И сначала мы разбираем предложение, а не слова. Да, я сначала прошу с ними разбирать предложение, то есть что нам, от нас хотят. И мы пытаемся догадаться, какое слово там может быть, то есть по смыслу мы подбираем. Вот у нас the children can, я выделила, потому что там будет грамматика на эту тему. Go to the, куда могут пойти дети, спрашиваю я. Вот они рассуждают, в школу, в магазин, куда еще могут пойти, там кто-то говорит, на кухню, все слова вспоминают. Полезно? Полезно нам вспоминать слова, поэтому пусть называют. Я говорю, это что, это получается у нас какое-то place, место, то есть нам нужно будет здесь искать место. И так далее мы разбираем с каждым. переводим предложение, что там должно быть, вспоминаем, какое слово подходит и так далее. Далее мы смотрим на слова и видим, что теперь нам их легко подобрать, потому что эти слова у нас были в начале, мы теперь их знаем в значении, здесь знаем, какие поставить и легко подбираем. Что мы здесь еще какую задачу реализуем. Такие задания у нас бывают в различных экзаменационных и проверочных работах, когда нам нужно подобрать слово, исходя из того, какая тут часть речи подходит, или там какая форма слова. То есть вот она, небольшая подготовка уже во втором классе. Ну и тут у меня есть кое-что. Мы можем поделить задание. То есть одному говорим закрыть предложение, мы уже, допустим, в следующий раз, потому что я сегодня про один рассказ рассказываю, но мы уже пойдем дальше, это все можно дальше использовать. И один закрывает только слова, а другой закрывает у себя предложение. И потом, когда мы уже это несколько раз делали, они уже в следующих частях могут это делать сами. Один смотрит, что это за слова, в каком месте они могут быть, что перед ними может быть. Например, что это бич у нас слово, там это place, так далее, либо угей. И потом они друг с другом соотносят. Один спрашивает, мне нужно место. Ой, говорит, у меня есть вот из мест вот такое-то. И не подбирает. Им так будет гораздо интересно. То есть уже дальше мы можем это усовершенствовать. Кен я выделила, будет чуть дальше, я скажу. Следующее. Вот как раз будет про грамматику. Что делать? Здесь грамматика достаточно простая. have, has или там будет can еще чуть дальше. Но в одной из книжек, которую я взяла с ними постарше, я взяла с ними троечку из истории, там грамматика, которой у нас вдруг не было. Ну, еще мы ее не изучали. И, конечно же, я перед этим, перед тем, как мы перешли к заданиям, я им немножко выдала. Причем, она там не сложная. И вот в книжках, которые уже дальше, я на следующих вебинарах буду рассказывать, она там еще и излагается достаточно хорошо. Ну, здесь вот, допустим, ну, вдруг случилось так, что вы взяли с кем-то, да, а дети не знают или забыли. Это ведь легко. Мы вот даем такую подсказку, и даже можно ничего не говорить. У нас есть подсказка, и они просто туда вставляют. Как бы у нас получается самое время сейчас изучить это. И как легко это сделать тут. Можно потом вернуться в текст и в тексте еще поискать, подчеркнуть, где эти have и has есть, да, и с ними там еще пообсуждать и так далее. Ну, вот, если мало ли еще не было, то есть. Если есть, они все быстро сделают. Попались у меня один девочка, они вдвоем занимаются, сказал, я все знаю. Мальчик сказал, я не знаю. Девочка ему рассказала, что делать. То есть, тут надо будет смотреть по факту, как у них получается или нет. То же самое с can. Достаточно просто, если мы возьмем картинку, изучали или не изучали. У меня они изучают в этом моменте, но я специально сделала для вас, что можно показать просто картинку умею и не умею. и мы смотрим все фразы, опять те, которые мы изучали. Сделать задание не представляется никакой сложности. Нам только нужно выбрать can или cannot. Здесь, видите, нету специально полной формы. Ничего страшного, если нужно, можно пояснить. Они тоже достаточно легко делают, потом мы проверяем. Здесь тоже можно как-нибудь еще поиграть про них, и все зависит от времени. На самом деле у меня вот этого одного рассказа, у меня еще обычно бывает два урока, не хватает времени, потому что с такой отработкой темы, все разбираем подробно это делаем, то времени достаточно прилично уходит два урока. Но если грамматика уже готова, а вы просмотрите заранее, знают они или нет, то останавливаться на ней не будет никаких вам необходимостей, то есть вы будете сразу с ними делать, делать за одним скумом. Да, можно даже, как я сделала, просмотреть эти книжки и вы увидите, какие там грамматические темы есть и как они совпадают. Но они, конечно, мне нравятся выстроены так, что в принципе совпадают со многими учебниками, по грамматике, так мы это и изучаем. Хорошо, пойдем дальше. Поиграем еще немножко с грамматикой, как я говорила, с карточками. Мы готовим слова, которые есть в тексте. Да, хоть я и говорю про грамматику, но подготовим слова. То есть те, которые у нас после текста были, мы с ними играли, мы их изучали, надо обязательно те, которые на этом уроке проговаривали, можно еще какие-то взять из самого текста, можно с той первой картинки, которые были с глаголами. Нам просто нужны те слова, которые они употребляли. То есть не те, которые вскользь встретились где-то, а именно с которыми мы что-то уже делали. Раздаем каждому карточку. Если это где-то возможно, можно сделать картинки, например, если будет туда добавлять слово долфин, можно дать картинку. Это картинки, где-то слова. Пусть будет так. У учителя значит мешочек с такими же словами почти лото. Кстати, почему-то когда я говорю умеете ли вы играть в лото, они мне все говорят не яс в последнее время. Очень интересно. Я говорю, ну вот значит настало ваше время узнать что такое лото. Ну почти лото будет, потому что лото на карточках, это мы будем делать позже, а тут у них просто будут эти картинки. Я достаю одну карточку или who has и фразы, которые там. Да, вот мы опять тренируем этот have, have, has. Игрок, у которого это слово есть, должен сказать целое предложение. То есть он говорит I have и продолжает. Очень хорошо, если этих слов меньше, чем детей, и получается, что у нас какие-то карточки повторяются, то есть у двоих, троих будут одинаковые слова. Тогда в конце они могут сказать вдвоем или втроем we have, то, что нам нужно, чтобы мы посклоняли has и have для и было I и для we. Я могу повторить you. Да, сказать еще раз предложение. Ну, еще как вариант можно распечатать по набору слов для каждого и попросить, прошу прощения, случайно интервал поставила попросить, взять из своего набора только три карточки. Будет что-то типа бинго. И тогда мы будем называть, и о них могут быть разные попасться. И тогда точно уже попадется, что они скажут we have. И здесь я сделала пометочку I'm aware of a goldfish. Это игра, еще иногда как она называется, типа снежного кума, когда в конце кто-то один, кто самый смелый может назвать у кого что есть. он будет говорить you have называть ту карточку you have и у нас еще you будет таким образом. Либо они могут стать такими группочками и говорить we have то есть только нужно напомнить мы можем говорить we have то-то на других показывать you have если помнит не помнит карточки то можно и перевернуть нам главное чтобы назвали эти предложения такая игра с грамматикой обязательно так куда-то все уплыло еще с грамматикой на can и cannot мы можем поиграть если мы помним у нас есть глагол здесь да и берем и практикуем мы ставим один глагол и одно какое-то существительное отсюда у нас есть children у нас есть can children swim можно вопросы а можно просто строить предложение can send jump бывают умеют песок прыгать можем посмеяться порассуждать но в целом конечно же отвечают нет тут можно один задает вопрос другие отвечают просто yes no если еще не практиковали полный ответ can и еще небольшая игра stand up if you have a или stand up if you can тоже можно на have и can так можно будет по всей книжке на каждой грамматике использовать такие игры совсем чуть-чуть это не значит что надо там пол урока играть я знаю что есть коллеги которые любят подолгу играть потом говорят что что-то не успевает надо всегда выверлить буквально две минуточки на игру быстро спрашиваем быстрее я всегда говорю так быстрее быстрее нам нужно чуть-чуть побыстрее ускоряться максимум пять но это не значит что каждый раз это будет сделать на каждом на каждой истории на каждом рассказе вы будете это делать нет я же сейчас говорю упражнения которые можно будет в разные места вставлять просто на примере одного потому что вот эта часть она и в свободном доступе вы можете скачать себе начало да если вы хотите попробовать то можете о себе скачать и распечатать и поработать а там уже посмотрите как вам эта книжка как говорится зайдет не зайдет итак дальше у нас здесь есть еще задание продолжаем задание по книге но здесь уже достаточно легко выполняться смотрите они тут уже все слова знают они тут уже это все мы несколько раз проговорили это все уже сделали как правило это может дать на домашнее задание потому что это легко здесь уже ничего ну я вообще не вижу никаких сложностей никто у меня ни разу дойдя до этого места после всего того что мы сделали не запнулся всем было легко все уже выполняли и после того как они делают это задание и после того как им достаточно легко его сделать у них такое ощущение что это было интересно потому что легко вы знаете что дети измеряют интересно не интересно понятиями легко и сложно если было чуть-чуть сложно то это все равно интересно как только сложность становится выше многие теряют интерес Так как они это задание легко делают, они понимают, что это легко, и там в конце будет одно задание, они его достаточно легко опинают. Следующее у нас здесь будет еще «Перескажи историю», там вот видите было 9, а после него идет 10. Я, правда, чуть-чуть меняю местами, это мы делаем в другой раз, чаще всего на следующем уроке, там увидите еще одно. Но нам нужно пересказать историю, достаточно сложно, но опять я говорю, мы уже сто раз это все делали, и сначала мы воспользуемся той грамматикой, которая была. Мы вначале строили предложение в Progressive, если изучали это время, если нет, я разрешаю в Simple построить, то есть смотрите на ту грамматику, которая была. Но мы, так как изучали have и has, мы можем построить какие-то предложения. The children play volleyball because they have a ball. Или the girl is running because she can run. Мы уже можем такие построить предложения. Пока мы еще не пересказываем историю, просто еще раз повторим, чтобы нам было легче. Но они уже готовы пересказать, мы уже столько раз это проговорили, поэтому я делаю так. Слова у меня почему-то исчезли. Но те слова, они у нас остаются, мы их знаем. Я накладываю на эту игру вот такой шаблон. Вы, когда скачаете презентацию, вот эта верхняя часть с цифрами, она снимается. Потом можно положить на любую игру. И мы будем кидать в кубик. И здесь совершенно не важно цифру. Я не знаю, почему я меня забуду, но это не важно. Мы просто будем передвигаться по ним. И здесь можно называть слова, то есть это многофункционально будет игра. Можно называть слова, на которые упали. Ну и что, что тут дельфин, тут дельфин, тут дельфин, тут уже не дельфин и так далее. Мы будем шаг за шагом говорить предложения. То есть кто-то первый начинает с того, что у нас было. Они, конечно же, хитрули, подглядывают. Ну пусть хотя бы подглядывают. Подглядывают предложение, говорят. Следующий, кто встает дальше, называет еще одно предложение. И вот так мы идем, так мы собираем предложение. То есть это можно, говорю, использовать как просто проиграть, называть слова. Тут их просто слишком много, этих окошечек можно частью убрать. Либо мы вот составляем такой пересказ. Вот пересказ по, как бы шаг за шагом идем и подбираем предложение. А тут есть эти переходы все. Если кто-то попал сюда и вернулся сюда, то нужно назвать предложение, которое было до этого и так далее. Здесь я вот закрыла слова. В принципе, их можно оставить, просто чтобы они не мешались, иначе будут спрашивать, что это. На этом месте я их прошу назвать, какие слова они помнят. Опять же, какие слова помнят. Если кто-то не может составить предложение, я прошу назвать какое-нибудь слово, которое они отсюда помнят. Не может составить предложение по тексту, ставим предложение по картинке. Нам ведь главное поговорить. Но наша идея все-таки составляет предложение, и я пытаюсь их считать, то есть кто сколько составил. Можно, чтобы они здесь с этим кубиком играли парами, например, вдвоем. Вдвоем легче составить. По этой же картинке можно сделать так. Когда они идут, сначала им раздать предложение из текста, и когда они идут, они будут называть каждый свое, смотря где стоит. То есть тут с играми, я думаю, что такими вы тоже знаете, что это не просто идти и что-то называть. Здесь тоже можно много всего делать. Можно вот на этих вот делать какие-нибудь еще задания на рожицах. Цифра тут ничего не значит, мы просто по ним передвигаемся. Вот такая вот может быть игра, бродилка, которую они очень любят. Дальше, то, что я говорила. После того, как они сделали то задание, девятое, да, отметь галочкой, правильное предложение. Я просто здесь лежит, я поэтому смотрю. Моментально все обводят, понравился ли тебе рассказ, да, в этот смайд. И кто-то еще пририсовывает, прям солнышко делает, да, что очень-очень понравилось. Почему? Потому что столько раз проговорили, это легко сделать, естественно, не обводят. И здесь я прошу, там есть вот место, да, вот здесь вот, почему у меня здесь зельфин. Тоже как домашнее задание, нужно нарисовать что-то, что понравилось отсюда. Здесь у нас вариантов тоже много. Какое-то из изученных слов, да, какой-то момент из этого, какую-то картинку там, предложение и так далее. Все, что хотите. И так у них еще раз для себя остается. И для того, чтобы им это нарисовать, им придется еще раз посмотреть слова, еще раз чуть-чуть посмотреть текст и так далее. Пусть они заглянут на ту картинку, когда на ту картинку они смотрят, мы столько с ней работали. Опять у них возникают ассоциации с этим текстом, и они могут что-то вспомнить. Вот таким образом. Поэтому я прошу что-нибудь нарисовать. Очень часто рисуют дельфина, поэтому я сюда прикрепила дельфина. Ну что ж, да, забыла, что у меня здесь эта фраза, то же самое сказала. Дальше. Дальше. Мы их снова находим и так далее, подчеркиваем. То есть они дальше идут. Это я приложила карточки. Если кто-то работает с этой книжкой, можно просто вырезать отсюда. Да, сделать их больше-меньше, как хотите, на картон приклеить и так далее. Да, и мы с ними можем тоже по-разному играть. Вот, например, я говорила лото, мы можем играть в бинго. Это я взяла, если вы работаете с платформой в знания, я взяла оттуда, просто вырезала шаблоны. Можно дать им пустую и попросить туда написать. Обычно 9 слов пишут, ну или через клеточку, чтобы они были, все, на 9 получится. То есть пишут они 9 слов, можно готово выдать. И вы потом достаете слово, они у себя закрывают. Достаете, себя закрывают. Здесь специально сделала два одинаковых, чтобы они имели в виду, что бывают повторы. Если вы знаете лото, я боюсь просто уже говорить об этом, потому что несколько человек говорили, что они знают. Ну дети, естественно. Ну дети, что взрослые все знают. То там тоже бывают, повторяются. И тогда мы закрываем две. Можно это сделать просто как лото, можно сделать как бинго. У бинго у нас надо, чтобы были закрыты строчка или столбик. Тогда нужно немножко по-другому будет разместить. Можно во все клеточки сделать 3 на 3 и записать во все клеточки. Потому что тут как бы нечестно будет, что у кого-то 3, у кого-то 2. Это больше для лото. Если для бинго, то 3 на 3, 9 слов туда пишем из этих изученных. И как только у кого-то строчка или столбик закрыты, они говорят бинго, и они выиграли. Единственное, что нужно всегда проверять, потому что могут быть такие. Читят немножко, обманывают. И не то слово закрывают. Закрывать чем-нибудь можно фишками. Если это просто листочки, если вы не приготовили эти карточки, что будете со всеми использовать, то они пусть на них прямо черкуют. Я обычно выдаю разлинованные сразу, потому что если они еще будут себе рисовать табличку и чертить там, пройдет полчаса, пока они это сделают. Надо сразу готово выдавать. Поэтому со словами чаще всего с готовыми сразу выдаю и потом собираю. Но только тогда они чем-то ставят. У меня обычно они ставили эти, брали у меня скрепки и скрепочку туда кладут, и слово у них закрывается. Бинго. Одна из таких слов, одна из таких игр, где можно хорошо повторять слова, и которые им очень нравятся. Ну, таких игр, естественно, много. Я уверена, что вы все практикующие преподаватели их знаете. Но тут вот я сразу карточки приготовила, если кому-то нужно. Дальше, опять же, это взяла смертвол, чтобы не мучиться. Каждому можно такую выдать. Если вы будете это делать, просто обрежьте темное, чтобы не распечатывать. И они здесь находят. Они у меня здесь находят слово, здесь вычеркивают. То есть слева находят, справа вычеркивают. И вот у нас опять повторились слова. Можно в такую игру поставить, записать, не могу нужное слово подобрать, предложение целое. И они будут искать. Потому что предложение, они когда пишешь его, оно как бы в одно слово, как одно длинное слово пишется. Это search word, можно вот этот вот круглый, как он называется, забыла, как называется круглый. Когда по кругу они там друг за другом пойдут, вот такой вот. И в серединке закончится, или наоборот, в середине к концу. Забыла, как называется, если кто-то знает. Но помните, как называется такой развод, где слова по кругу располагаются. Fill word, наверное, да? Вот, и они так находят. Можно целое предложение. То есть сначала мы слова, потом уже будем делать предложение. Ну, это я тоже распечатала для тех, кто уже работает, и вам это нужно. Или хотите попробовать поработать с этими книгами. Все из презентации, просто потом возьмете. То же самое, crossword. Crossword, я очень люблю crossword делать без заданий. Ну, то есть тут надо догадаться, какие слова поставить. Видите, они не так сильно, они есть, не так много слов, одинаковое количество букв. Вот у нас есть раз, два, три, да, слова, которых четыре буквы. Мы их пока не обращаем внимания. Берем длинное, ищем, что за длинное такое слово может быть. Его вписываем, и от него уже пойдем. Тоже это можно дать домой. Ну, и что, что они подглядят. Вот я вообще не против, когда они куда-то подглядывают, когда учат слова. Если при этом они их куда-то вписывают. Потому что посмотрели, вписали, запомнили. Еще раз посмотрели, вписали, запомнили. Это лучше, чем они пишут по памяти и неправильно. Потом будут по памяти писать, и уже будет правильно. Но если они только-только начали это делать, то, естественно, будут зашипаться. Поэтому лучше пусть одним глазком посмотрят. Например, у нас есть задание, не к этому будет сказка, но просто хочу пояснить, где на одной стороне картинки, да, и нужно написать слова. На другой стороне эти слова есть. И они вот обычно загибают эту страничку, чтобы не подглядывать, потом сверяют. Но один мальчик сказал, я не помню. Мне стало жалко, я говорю, давай ты можешь подглядывать только одно слово. И он одно слово подглядит и пишет, подглядит и пишет. Потом я ему дала возможность написать, ну, это онлайн урок был, дала возможность написать на схеме, и он уже написал, потому что он подглядел. Поэтому иногда подглядывать, это очень полезно. Конечно же, кроссворки тоже можете взять. Это все вот те слова, которые там были на карточках. Мы можем сделать вот такое, да, где у нас перепутались буквы. Да, здесь можно убрать перевод. Если считаете, что они и так догадаются. Здесь у нас выбор, да, как квиз. Они здесь выбирают правильное слово. Я тоже сделала, если это нужно. Если вам это нужно, то можете просто потом отсюда взять. Да, здесь тоже подобрать, провести линию. И такой же есть с вертолёчками. Это все с WordWall, потому что я занесла все слова, заношу на знания, на WordWall. Там всегда все это делаем, играем, все успеваем сделать. Поэтому оттуда взяла для вас, если вы будете работать не онлайн. Если онлайн, то меня в открытом доступе, просто поищите Easy Stories и найдёте, что WordWall, что знания. Так, ну что ж, наверное, это всё, что я хотела рассказать. Просто хочу ещё раз сказать про эти книжки. Вы увидели, как замечательно с ними работает. Мы пока только одну посмотрели, один рассказ. Дальше там ещё интереснее, интереснее, интереснее. Они достаточно недорогие, потому что раньше я пользовалась книгами, ну, как говорится, невязательно сказано, фан. Фан, да? Они были такие дорогие, что родители просто не могли себе позволить их приобрести. Эти книги мы купили с удовольствием. И вот прямо на душе стало легче от Любла, потому что они недорогие. Мы можем в них писать странички, негладкие дети могут рисовать. Там гладкие были страницы, невозможно было ничего писать, рисовать. Всё у них разъезжалось в сторону, да? И легко заказать, и всё у них всегда есть и дорожает. Вот здесь есть ещё, где можно комплект там купить. Какая жалость, когда я покупала, был комплект из трёх, только мне потом пришлось четвёртую докупать. Да, мне было бы такого комплекта из четырёх, потому что не так давно появилось. Итак, здесь будет ссылка, вы по ней можете пройти. Я сейчас выйду, посмотрю ваши вопросы, ну, в смысле, закрою презентацию, посмотрю ваши вопросы и вам отправлю ещё презентацию. Говорю с ее сон, потому что мы будем встречаться на других ещё вебинарах. Так, я сейчас посмотрю, всё хорошо. Так, это я отправлю, так, чтобы всё просто здоровается. Ссылка, спасибо за ссылку. Вот сейчас, да, этот вопрос видела, как раз хотела сказать, презент-континьюс. Ну, не обязательно, вы понимаете, дело в том, что текст-то, да, презент-симпл. Но если вы изучали презент-континьюс, то, конечно, вспомните его, когда описываете картинку. Если не изучали, то пусть они хотя бы презент-симпл, у нас ведь задача-то, чтобы они свои знания как-то активизировали. И поэтому, было у вас презент-симпл, используйте, презент-континьюс, пользуйтесь им. Какое время у вас было, то вам сплощу окна не видно, они меня загораживали, не вам. Пересказываем мы по предложению, как я говорила, да. Тут один из детей может, но у меня, видите, какая не проблема, а какая у меня... Радость, у меня не много детей, и поэтому они у меня могут пересказать каждый. Но вы же понимаете, что каждый, они вверх, перескажут по-разному, во-вторых, это сложновато, и они друг друга дополняют. Поэтому нам правильнее сделать, один говорит одно, да, другой продолжает и так далее. Можно схематически разделить картинку на части, и каждый из своей части скажет. Можно текст поделить, да, давай ты расскажешь. Первую часть, и потом середину, и окончание. Поэтому пусть будет по-разному. Цифры повторяются на игре, случайно так сделала. Они нам там не принципиальны, эти цифры, вообще ни о чем. Мы на них даже не смотрим, мы просто фишки ставим, все. Можете их, их там легко поменять, их нужно убрать, закрыть. В бинго, рассказать про бинго. В бинго это у вас вот эти карточки, я, по-моему, достаточно подробно сказала, да, на которых у вас написаны слова, вы на русском или наоборот на английском написаны на карточках, а учитель говорит слова на, ну, если на русском написано, английском и наоборот. Вот, и они у себя находят, и их закрывают. Почему называется бинго, а не лото? Как только в ряду, в столбике или в строчке закрыты все слова, они говорят бинго, и тот выиграл, да, вот только для этого. Можно тут не говорить, можно как лото просто поиграть. Кубик там не нужен. В эти, в игру, как бы, тут смотрите, можно поиграть по, сразу, когда нужно пересказать, так будет легче вспомнить, можно еще после пересказа играть. То есть, допустим, вы начали делать пересказ, не идет, да, понимаете, что сложновато им. Тогда, можно давить, тогда в игру поиграем, и все. Так, спасибо за снайкот. Вот, эти вебинары для родного уровня, давайте я расскажу. Следующий у нас будет Изи 100 из 2, для детей постарше, игры будут другие, посложнее. Да, всегда по вторникам, ну, примерно через две недели, там, смотрите, это праздник попадает, по-моему, через две недели, да, и вот все расскажу, потому что тут есть четвертая, там уже посложнее, там уже столько грамматики, поэтому у меня там все приготовлено, заготовлено. Так, сейчас я хочу вам отправить презентацию. Подождите минуточку. Так, по-моему, я вот так могу отправить. Давайте, я сейчас отправлю в чат, если она будет плохо отправляться, должна. Вот, попробуйте скачать, и давайте я еще напишу почту свою, вдруг у кого-то не скачается, или вы не успеете сейчас, вы мне напишите, я вам отправлю. Вот, моя почта, на всякий случай. Вы сейчас можете сфотографировать за скрином, там, вот, значит, я вам рассказала про первую часть, можно дальше с ней работать и работать, мне очень нравятся книги, хорошо, что вам скинули ссылки, в презентации тоже есть ссылки, да, и будем работать дальше. Я вас жду всех на следующем вебинаре, надеюсь, вы придете, и я вам расскажу еще много нового и интересного. На сегодня у меня все, всем спасибо, что были здесь, надеюсь, получилось скачать презентацию, я думаю, что тот сразу пока не закроет, вы успеете еще скачать. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь получилось скачать? Да, отлично, я рада. Вам спасибо, до свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok